я приветствую всех сегодня на своем канале сегодня у меня речи си 8 x запущенном состоянии несмотря на разбитый тач он работает итак давайте заменим тачскрин на нем такой тач я заказал на эту модель разъем дисплея длинный снизу и здесь вот у нас находится разъем тачскрина работает на винде виндовская операционка стоит кодовое название телефона pm23 200 по моему 300 23 200 итак отключили смартфон давайте разберем вытаскиваем слот сим-карты такая неудобная крышечка у этого телефона расхераченная уже разбиралась телефон разбирался не очень аккуратно помятая рамка когда снимали крышку явно не церемонились с аккуратностью не звонят снимаем крышку проще разбирать честно говоря такие подумитые телефоны не надо заморачиваться насчет царапин и всего остального конечно так сняли крышку аккуратно там все должен быть шлейф это шлейф кнопки боковой кнопки кнопка камеры судя по всему кнопки регулировки звука включение выпало здесь нет винтов у нас вот нет винтиков батарейки какие-то хулиганы разбирали телефон дисплейный модуль ушатанный я понял это уже менее на дисплейный модуль мы уже походу вторые как минимум и так ну да ладно давайте проверим для начала наш дисплейный модуль отстегиваем разъем разбитого дисплейного модуля так пристегиваем тачскрин теперь нужно умудриться пристегнуть разъем дисплея так включаем смартфон немного не правильно подключил дисплей другой стороной зацепил его к разъему сейчас мы это дело исправим контактами вниз нужно было зацепить я зацепил по-другому ошибся еще раз включаем телефон дисплей сгорелся ждем загрузки проверяем тач так 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 загрузился телефон давайте проверим тачскрин все работает вроде все работает вроде и так тач в порядке и так от нас не нужно вау зонка выключаем телефон включаем новый тачскрин давайте разберем коксельный кабель нижний модуль еще один коксел батарейка без винтов которая так но учитывая что дисплей уже менялся думаю здесь все можно снять без нагрева зим тачскрина если вам принесут вот это еще и тач отдельно идет если вам принесут я хотел сказать не разобранный нетронутый телефон то конечно технология разборки замена дисплейного модуля усложнится немного поэтому имейте это ввиду учитывая что здесь потерянные винты разобранный убитый телефон падал несколько раз термофен и конечно же опускаем так как видите все разбирается без нагрева дисплейного модуля вот так вот все легко у нас видите да я даже не пришлось разбирать системную оплату ужасно залепили подсветка нижняя обратно сейчас ее прилепим на новый дисплейный модуль больше нас здесь ничего не интересует дисплей целый как вы видели его конечно же сохраню и так да не всю эту хрень отсюда да на черный двусторонний скотч у нас тоже есть ужасного качества очень мягкий при небольшом нагреве телефона начинает плавиться отходить и так далее очень некачественная вещь мы его не используем практически нигде один из первых черных скотчей который появился у нас на рынке поначалу конечно лепили им конечно быстренько его поменяли на другой потому что некачественный решетка пыль девайс итак давайте посмотрим как мы будем проклеивать вниз вверх это понятно судя по всему здесь он тоже был проклеен вот этих наклеечек у нас нету на оригинальном дисплее они идут обычно вот эти вот и к ним уже крепится клеится двусторонний скотч с рамки которые нет смысла их переклеивать просто по периметру наклеим и так друзья я ставлю на паузу чтобы время не терять сейчас я проклею дисплей проклею дисплей сверху снизу вот сбоку клеить нет смысла и место не очень значит проклеиваем вниз вверх и рамку то же самое здесь и здесь полоски можно наклеить пока ставлю на паузу и так друзья здесь 15 минут я проклеил проклеивал новым клеем и не скотчем 3м которым обычно клею последние 45 дисплейных модуля я проклеил оптическим клеем либо листовым как его еще называют либо просто клеился который используется для проклейки дисплейных модулей и клей которые на которые ставится тачскрин вот такое вот я вам покажу тоже готовы на определенный дисплейный модуль под размер ножницами просто его нарезаете наклеиваете очень крепкая штука я вам скажу последний дисплейные модуля на которых я его посадил конечно впечатлили качество как вы видите да он прозрачный мы его закупаем специально для айфонов дисплей тачскрин склеиваются между собой именно таким клеем и так вставляем дисплейный модуль решетку не забудьте обратно поставить еще раз все проверьте перед установкой потому что это все раз повторюсь очень крепкий листовой клей это далеко не скотч 3м обратно будет проблематично отодрать его если вы что-то забыли это единственный недостаток подсветку забыл сказать вот мы поставили не забудьте тоже и прилепить на низ дисплейного модуля ушатанная подсветка конечно контакты сломанной пытаясь его ставить сгибаем шлейф застегиваю сгибаем шлейф разъем скрина батарейку закручивать к сожалению нечем так модуль нижний модуль шлейф нижнего модуля так сюрприз здесь у нас отвалилась кнопка включения вот что значит разбирать телефоны которые уже не раз разбирались так значит я ставлю на паузу кнопок у меня этих много сейчас сниму одну из кнопок вот можно снять шлейф айфона шлейф айфона кнопку и приделать сюда эти да они одинаковые либо просто отпаять ее и припаять новую она еще и заклеена супер клеем я имею ввиду эту составляющую верхнюю с контактом хулиганы однако так снимаем эту кнопку аккуратно можно также снять феном ее двухсот градусов достаточно нагреть снизу и она аккуратно снимется такое вот неожиданное видео у меня получилось замена дисплейного модуля тиры кнопки итак давайте поставим ее по-человечески без супер клея чтобы клиент больше не мучился в другую сторону вот и все кнопка работает итак друзья в принципе на этом все основное вам показал еще расскажу о листовом клее да прорекламирую вам заказывайте ставьте пробуйте очень крепкая штука конечно впечатляет не боится ни нагрева ничего абсолютно нам осталось вставить кнопку включения закрыть поставить крышку не забудьте пристегнуть скотч шлейф 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 боковых кнопок телефона вставляем сначала вверх и потом вниз такая не очень удобная крышечка приходится ее натягивать буквальном смысле достаточно хорошо гнется. Несколько моделей HTC есть с такими крышками. Слот сим-карты. Всем спасибо за внимание. Друзья, сегодня мы поменяли дисплейный модуль на HTC 8x. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Всем удачи в ремонте.